Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Дриммер Анастаси. И сегодня в этом видео я хочу вам рассказать о своем календаре. Для тех, кто впервые на моем канале, я фотограф и занимаюсь съемкой автопортретов. На своем канале я рассказываю о творчестве, вдохновении, фотографии и моде. Если тебе тоже интересны эти темы, то обязательно подписывайся. Ну и сегодня мы поговорим о календаре, который я делаю каждый год. И этот календарь содержит фотографии за весь предыдущий год. Год, когда я снимала, работала, придумывала различные идеи для образов, концепций съемок и воплощала их в картинке. Я такой календарь делаю с 2020 года. У меня в блоге в Актуальном. Вы сможете найти эту информацию. Актуальный называется Мой календарь. Там я подробно показываю с самого начала возникновения календаря. Какие снимки туда входили и как он, собственно говоря, выглядел. Я стараюсь, чтобы каждый календарь имел определенную концепцию. И в этот раз календарь на 2024 год я решила сделать с концепцией того, что это кино. Кино, которое вы смотрите в кинотеатре, где героиня принимает разные образы. И именно поэтому на обложке я использовала снимок, который сделала в кинотеатре. Вообще, мне очень вдохновляет атмосфера кино и то разнообразие жизни, которые мы можем проживать, смотря фильм или, например, снимаясь в кино. И здесь я хотела в концепции этого снимка показать немного такую обезумевшую героиню, которая полностью погружена в просмотр кино и уже ощущает себя частью этого фильма. И именно эта фотография стала обложкой для календаря 2024 года. И, соответственно, весь 2024 год каждый снимок олицетворяет собой какую-то концепцию кино. Начнем с января. Для января я использовала зимнюю фотосессию, которая была проведена в 2023 году. Для этой съемки мы ездили за город, где было очень снежно. И, как вы можете видеть, такой снежный пейзаж, лес, покрытый полностью пуховыми такими сугробами. Все очень красивое, белоснежное. А образ был выбран футуристичный, современный, спортивный. Конечно, эта съемка в первую очередь была вдохновлена различными тенденциями, которые были на тот момент. И балаклава здесь отлично вписалась. И также очки спортивные. И весь образ футуристичный, инопланетный. Именно этот снимок захотела включить в январь, так как он также для меня символ чего-то нового, свежего. Именно этого все хотят, мне кажется, в январе. И хочется, чтобы этот образ вдохновлял на эксперименты, на осуществление каких-то целей и стремление к чему-то новому. И следующий у нас февраль. И эта съемка была осуществлена на 14 февраля 2023 года. Здесь тематика Дня Святого Валентина и сердец. Вообще, я очень люблю символ сердца и красный цвет. Часто использую фотографии. Конечно, мне захотелось эту съемку добавить именно в обложку февраля. Специально для этой фотографии я сделала сердце из картона, которое, собственно говоря, и обвило такими нитками. Немного они бархатные такие. И сделала вид, будто бы я вяжу это сердце. Оно было частью и моего тела на основном снимке. И на вот таком дополнительном я его сделала, как будто бы головным убором. То есть, тоже своей частью. Смысл этой фотографии в том, что мы состоим из тысячи нитей, которые связаны с множеством людей, которые нас окружают. И это единомышленники и люди, которые заставляют нас двигаться вперед. И мы все знаем, что красными нитями мы связаны с душами из прошлых жизней. Так вот, именно красная нить идет из самого сердца и связывает нас с множеством людей. И здесь девушка будто бы обнаруживает в визуальном плане эту связь. И это у нее вызывает удивление и определенный даже шок. Вот, что она может видеть все эти связи и нити. И давайте от этого снимка перейдем к следующему. Где у нас март? На обложку Марта мне захотелось, конечно же, поставить бьюти-съемку. И я здесь вдохновлялась женственным образом в этот весенний первый месяц, чтобы отразить дух новой жизни, рождения и, можно даже сказать, чего-то цветочного, такого тонкого. Для этой фотографии я использовала гель для душа, которым покрывала свое лицо, чтобы оно блестело и волосы тоже. И также использовала цветок, точнее, порвала цветок, чтобы лепестки прикрепить на свое лицо, на этот гель. И получился образ новорожденного инопланетянина цветочного. Что-то в этом смысле. И мне будет интересно узнать ваши ассоциации на эту работу. Вообще, на самом деле, можете писать ваши ассоциации на все портреты из тех, что я вам сегодня показала. Я всегда рада их читать, потому что часто они совершенно другие и не такие, как закладывалось изначально. И мне кажется, это очень круто. Следующий месяц – апрель. И здесь я тоже решила использовать фотографию, которая говорит нам о красоте и женственности. И это съемка, которую мы проводили на заливе. Здесь как раз его можно наблюдать на фоне. И съемка была посвящена новому представлению о красоте. Съемку я делала для ВОК и отправляла на конкурс. На самом деле, так и не отследила вообще, какие результаты были этого конкурса. Но суть была в том, чтобы показать новые представления о красоте. И я решила воплотить образ Венеры. Картины рождения Венеры. То, как я это вижу, какое-то современное представление о Венере, которое не боится быть самой собой. И следующий месяц – май. И мы перемещаемся в Калининград, где, собственно, и был сделан этот снимок. Очень красивое место, которое находится в гостинице. Я воплотила идею, где геометрические фигуры из растений сконцентрированы на одном человеке. То есть притягиваются внимания, притягивают взгляд к одному человеку. И мы можем наблюдать, что здесь очень много геометрии в кадре, которые при этом не выглядят как-то жестко, а наоборот плавно. Девушка – центр этой композиции, которая в таком чутуговатом наряде, как будто бы из сказки «Алиса в стране чудес» оказалась здесь и даже заблудилась. Много дорог перед ней открыты, но мы еще не знаем, какое она выберет в итоге. Итак, друзья, у меня выключилась камера, поэтому я продолжаю вам рассказывать о своем календаре. Извините, что картинка наверняка изменилась, но она изменилась 10 раз, наверное, пока я снимала, потому что солнце постоянно меняет свое положение, освещение. И следующий портрет – это июнь. И в июне я использовала дерзкий снимок, где я в таком японском стиле. Здесь основной акцент идет, конечно, на цветокоррекцию этого кадра, потому что я использовала зеленоватые цвета, именно в свете добавила зеленый. И еще основная часть образа – это та креативная стрижка, которую мне сделали на тот момент. Она дополняет образ в стиле немножко фильма «Васаби», насколько это можно было бы реализовать с моей внешностью на тот момент. Поэтому июнь у нас яркий, и лето начинается с такого необычного яркого креативного снимка. Следующий портрет июль – это съемка, которая проводилась для летнего лукбука. И здесь обыгрывается тоже такой нежный русальчий образ, белоснежными длинными волосами. И вы знаете, здесь я в парике, конечно же, можно догадаться, потому что у меня не белые сейчас волосы, на тот момент они вообще были оранжевые. Но это портрет уронимости и женственности. И здесь обыгрывается в очередной раз один из моих любимых образов – это Венера. Тоже он здесь присутствует, ну и русальчая тематика. Перейдем к августу, и здесь снова у нас идет близкий портрет, практически бьюти-образ. И вдохновлялась я в этой фотосъемке гриппфрутами. Хотела сделать макияж какой-то, в который бы поддерживал вот этот сочный такой горько-сладкий фрукт. И отражал его дерзость, искристость во вкусе. Ну, соответственно, здесь я добавила различные желтые элементы в макияж. Ну и, конечно, большую роль здесь играет обработка, цветокоррекция, где я тоже добавляла как раз зеленые цвета в свет. И подчеркнула вот яркость этого фрукта, красные оттенки, оранжевые оттенки. И можете видеть, что действительно очень похож портрет на август лично для меня. Он как бы отражает основное настроение этого месяца. В сентябре я выбрала нетипичную съемку, потому что обычно я очень люблю начало осени. Мне хочется добавить туда каких-то осенних красок, какое-то осеннее настроение. Но в этот раз решила, что так как я сентябрь считаю чем-то, что вдохновляет нас на новый путь, пусть здесь будет портрет, который говорит нам о каких-то путешествиях. И я добавила съемку, которую проводила в Арабских Эмиратах. Это съемка в президентском дворце. Я хотела передать красоту этого дворца и хотела показать, что узнавать новые культуры, узнавать новые места — это то, что нас обогащает. И я надеюсь, вас тоже это вдохновляет так же, как меня. Перейдем к следующему снимку. И это октябрь. И, конечно же, здесь хочется поговорить прежде всего о Хэллоуине, потому что Хэллоуин — это один из моих любимых праздников. И я не могла не сделать в октябре акцент на этом празднике. Решила здесь показать вам съемку, которую я делала на Хэллоуин в 23-м году в образе такой девочки-куклы. Есть нотки стимпанка в этом образе и загадочность, и мистическая составляющая. Я безумно люблю использовать в своих автопортретах таких странных персонажей, перевоплощаться в них. И здесь мы готовимся к тому, что у нас будет Хэллоуин в конце октября. Поэтому, сразу открывая такой календарь, вы будете знать о том, что скоро праздник. Итак, перейдем к ноябрю. Съемка, которая была невероятно спонтанной. Сделали ее мы просто. Вот поехали вечером, за один вечер. Я собрала этот образ, и было безумно холодно. Это уже конец ноября. Просто зима уже на всю. И пришлось немножко потерпеть этот холод. Но я хотела передать атмосферу движения и стиль 80-х. Такой дерзкий образ, смелый, деловой и напористый. И я думаю, что для реализации всех идей, которые вы придумали, предположим, в сентябре, как раз понадобится эта сила, которая есть в этом снимке. В октябре просто отдыхать и праздновать Хэллоуин. Ну, в общем, давайте с вами перейдем к самому последнему месяцу и к одной из самых потрясающих съемок этого года. И в декабре у нас изображен снимок в азиатском стиле. Этот снимок был реализован в японском садике в парке Краснодар. Я думаю, что многие, кто там побывал, были удивлены, ошеломлены, насколько красиво передана атмосфера Японии. И, конечно, мне захотелось сделать снимок именно здесь. Скажу вам честно, я хотела сделать съемку там в прошлом году, но парк был закрыт. И я очень рада, что в этот раз все получилось. Несмотря на то, что очень много было составляющих, которые мешали в осуществлении этой идеи. Но потом в один день все просто разом получилось, и мы поехали, сделали. Спасибо моей семье, которая помогла мне в реализации этой съемки. Я очень довольна этими кадрами, с удовольствием поставила их в декабрь. Он отлично передает атмосферу праздника. На этом я хочу закончить. Календарь подошел к концу. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Послушали о снимках, которые я сделала в 2023 году. Календарь я разыгрываю каждый год, и в этот раз тоже разыграла, и подарок уже отправила. Поэтому, если хотите тоже получить такой календарь, то обязательно в будущем участвуйте в розыгрыше календаря. Всего вам самого лучшего, всех целую, всем пока и до скорой встречи.